Дадите. Давай, давай, сам. Сам, 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 сам. Вот такими маленькими шажками Саша идет к поставленной цели. А мечта у него одна – встать на ноги и научиться ходить без помощи взрослых, специальных устройств и ортопедического комбинезона. Наталья Зенцова приводит в бардагон своего внука уже во второй раз. У мальчика церебральный паралич. Женщина рассказывает, эффект заметен уже через несколько занятий. Тогда Саша может передвигаться почти самостоятельно. Вот по сравнению с тем годом, как он запинался, падал, в этом году он идет четко. Вы снимали его, видели, как он идет, и я его практически не держу. Практически не держу. Ортопедические костюмы сменяют вот такие капсулы. В них маленьких пациентов лечат ионизированным душем, вибромассажем и музыкой. Нарушенную координацию восстанавливают компьютерными играми, тоже лечебными. Играя, дети учатся управлять своим телом. Мячик в светящуюся корзинку. Вадим, внимательно. Держи. Корзинку. Тяни, тяни до конца. Молодец. Мы с вами готовим мультисок. Мультисок будет состоять из груши, яблока, банана и апельсина. Для того, чтобы его приготовить, нужно нам что сделать? Почистить. Простые кулинарные уроки проводят для девочек. С помощью таких поварских игр детей учат общаться со сверстниками. Ведь чаще всего, по словам специалистов, ребята закрыты и понимать других им нелегко. Уникальное лечение в Бардагоне получают не только дети-инвалиды. Мне нравится то, что здесь свежий воздух. Я уже купался в бассейне, сегодня лечил зубы. Пока же Бардагон единственный в области реабилитационный центр. Учреждение организовали в 2005 году. Правда, сначала здесь лечили пенсионеров. А спустя 4 года решили оказывать реабилитационную помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. И мы регулярно, ежегодно, можно сказать, получаем средства, миллионы рублей на приобретение различного оборудования. И реабилитационного, и тренажеры, спортивного направления оборудования. И работаем по программе «Доступная среда». То есть это является очень хорошим подспорьем для финансирования учреждения. Давать надежду сотням детей и поднимать их на ноги – вот что важно, признаются сотрудники центра. В этом году на реабилитацию пациентов учреждению выделили 42,5 миллиона рублей. Каждый год в санаторий приезжает около полутора тысяч человек. Денис Сверденко, Андрей Цветков, Амурско-областное телевидение.